Меня часто спрашивают люди о том, куда начать инвестировать, какие акции покупать. И сейчас я попытаюсь рассказать об этом на примере вот этого пруда, возле которого я сейчас нахожусь. Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Итак, сейчас давайте рассмотрим вот этот пруд как пример фондового рынка. Итак, смотрите, мы решили сделать пруд у себя на участке. И что мы сделали? Мы купили пленочку и залили ее обычной водой из скважины. У нас в скважине очень высокое содержание железа, там в три раза превышает допустимые нормы всякие. И это железо в скважине находится в двухалентном варианте. А после того, как оно контактирует с воздухом, оно переходит в трехвалентное. И трехвалентное не растворяется, она выпадает в качестве осадка. Было ожидаемо, что эта вода станет рыжей. И она ею стала. Она стала достаточно быстро рыжей водой, мутной такой. Но так как она не растворяется, она очень быстро упала в осадок. Что произошло дальше с этой водой? Дальше произошло следующее. Смотрите, температура сейчас хорошая, высокая достаточно, тепло, влажность есть, все хорошо. И пруд зацвел. Это тоже было ожидаемо. Что такое пруд зацвел? Это значит, там в нем появились очень быстро одноклеточные водоросли зеленые и всякие одноклеточные вот эти амебы и инфузории. Они стали размножаться очень быстро и интенсивно. Ну, очень многие люди говорят, что это ужасно, это плохо, что с этим надо бороться. Я с этим не боролся никак. Я сказал, давайте подождем. Вот и все. Не надо ни с чем бороться. И что произошло? Пруд очень интенсивно цвел, значит, был зеленый, но это продолжалось недолго, потому что развитие продолжилось дальше. Дальше прилетели комары, отложили туда свои личинки и появились вот эти. Дафни, и появились тут лягушки очень громко квакали, значит, они такие радостные были. Появился тритон, который тоже пожирает всякую мелочь. И лягушки отложили, такие успели отложить свою икру, и появились головастики в массовом количестве. Они кушают дафни, и они кушают вот эти зеленые водоросли. И для них прекрасные условия. Что произошло с водорослями? Их просто съели. Очень быстро. То есть не прошло и там... Там дней 10, и все. Все. Пруд отсвел сейчас, вы видите, абсолютно прозрачную воду, в которой совершенно шикарно чувствуют себя головастики и тритоны. Да, и прилетели стрекозы, отложили своих личинок, а личинки стрекоз, они плотоядны. И они с удовольствием поедают вот этих вот головастиков. То есть, смотрите, получается, что пруд это замкнутая система, в которой в те или иные моменты возникают благоприятные условия для того или для другого процесса. И поэтому вот эти процессы начинают развиваться в пруду, вот в этой замкнутой системе. И поэтому, если мы, например, по аналогии с акциями возьмем пруд, то вначале что было? Вначале были благоприятные условия для трехвалентного железа. Почему? Потому что мы знаем, то есть, фундаментальные показатели какие для трехвалентного железа. В том, что нормы ПДК превышены в три раза и есть огромная концентрация двухвалентного железа. Естественно, она выпадет и все. Это можно было предвидеть, что пруд станет желтым. А он стал желтым. После этого температура, благоприятные условия для зеленых водорослей. И, соответственно, было понятно, что пруд зацветет. И в этот момент уже, после того, как желтизна пруда достигла максимума, все, надо было выходить из этих инвестиций, из желтых, из железных инвестиций, и инвестировать уже в зеленые бактерии, в зеленые водоросли. Потому что для них благоприятные условия. И они, естественно, растут. То есть, инвестировать надо в то, что вырастет. Для чего благоприятные условия. Но, значит, умный инвестор, он уже знает, что будет дальше. И поэтому, когда все растет, все-таки все смотрят. Слушайте, блин, зелень, она растет. Зелень в цене. Зеленые эти водоросли, они в цене одноклеточные. Надо туда, 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 в зелень. А уже умные инвесторы понимают, что надо инвестировать в дафний. И в развитие комаров и головастиков. Потому что следующие на очереди, они для них созрели фундаментальные условия. Поэтому, значит, смотрите за фундаментальными условиями, которые благоприятны для развития той или иной системы. В данном случае для головастиков или для дафни. Не надо было ставить на дафний. И сейчас уже дафний практически нет, потому что их сожрали те же головастики. Надо было ставить на головастиков. Кто будет после? Ну, наверное, стрекозы. Я не знаю, что. То есть, смотрите, экосистема, она развивается. Точно так же фондовый рынок. Посмотрите, когда фондовый рынок, было все хорошо. У нас люди путешествовали. Можно было ставить на всякие торговую недвижимость, торгово-развлекательные центры. Они же росли, как на глазах, на дрожжах. Вы помните, да? Потому что люди должны развлекаться, люди должны тратить деньги. На это все было направлено. Вся реклама. И, конечно, автопроизводители, торгово-развлекательные центры, фитнес-центры всякие, парикмахерские. Они развивались. Надо было деньги вкладывать туда и в аренду, например, в коммерческую недвижимость, которые снимают эти вещи. Но коронавирус. Все тут же останавливается. И у нас все идет на смарку. Все закрывается. Границы закрываются. И уже никто не ставит на такие компании, как «Карнивал», например, да? Которые круизные лайнеры. Нефть падает, потому что самолеты не летают, транспорт не ходит. Зачем? Но зато развиваются телекоммуникации, которые, скажем, компания «Зум», она взлетает вверх. Другие компании, которые позволяют проводить встречи. Через интернет они развиваются. Службы доставки развиваются с бешеной скоростью. Потому что вот они, благоприятные условия. Потому что весь ритейл закрыт. Как люди будут покупать? Через службы доставки, курьерские всякие и так далее. Развивается «Яндекс», развивается «Зум», развиваются другие компании. А «Мэйсис», он, значит, рушится к чертовой матери. Сети отелей тоже рушатся. Но, значит, «Боинг» обваливается, потому что, ну, там самолет упал, от них все отказываются. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Правительство США начинает печатать деньги и говорит, а мы сейчас выкупим акции «Боинг», а мы дадим «Боингу» такой бешеный кредит, чтобы он не закрылся. И, естественно, акции «Боинг» начинают подрастать. Смотрим внимательно за компанией «Мэйсис», это, значит, сеть гипермаркетов. Они, значит, думают, ну что, значит, гипермаркеты закрыты, коронавирус и так далее. Что делать? Сократить сотрудников, значит, там бешеное количество, сократить некоторое количество магазинов, оптимизировать расходы. Что происходит с акциями компании «Мэйсис»? С 5 долларов за штуку до 10 долларов за штуку за месяц буквально выросли. В два раза, ребята! Вот, и поэтому сейчас, ну, какие тренды еще я вижу. И в предыдущем видео я рассказывал про свой портфель акций, вы видели, да? Ну, во-первых, сейчас ожидается вторая волна коронавируса, поэтому я жду, что на отчетностях многие акции упадут. И вы видели, что уже «Найк» показал не очень хорошую отчетность, он не вырос, по крайней мере. «Карнивал» тоже падает, в общем, но «Карнивала» у меня нет. «Мэйсис» я купил, но слишком поздно. Но, если вы заметили, на бирже СПБ у меня сильнейший крем в сторону фармацевтических компаний. Почему? Ну, очевидно совершенно, что после вот этой вот эпидемии коронавируса люди больше внимания начнут уделять медицине, и туда больше пойдет инвестиций. Люди больше внимания начнут уделять здоровью. Поэтому у меня фармацевтические компании сейчас очень здорово превышают всего. Ну, насчет банков здесь я не знаю, насколько они... Но вот я показал на примере простом, вот он, пруд, головастики. И точно так же подбирайте инвестиции на фондовом рынке. Ну, я надеюсь, что это видео будет полезно многим, кто думает, куда инвестировать, как инвестировать. Я продемонстрировал еще раз могу сказать совершенно точно ответ. Куда инвестировать? Инвестируйте в те активы, которые будут расти. Все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале, будет много еще интересного. До встречи!